Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область подаст заявку на получение федеральных денег для строительства инженерного кампуса на территории Кватум. Подобные проекты планируют реализовать в 25 регионах, 17 из них уже определены. Кировская область подаст заявку, чтобы претендовать на одно из оставшихся восьми мест. Создание университетского городка мирового уровня позволит привлечь в регион студентов, преподавателей и ученых инженерной направленности со всего мира, отмечают в правительстве области. В своей заявке регион сделает ставку на станкостроение. Курировать работу по подготовке документов будут сразу четыре зампреда. Дмитрий Курдюмов, Светлана Шумайлова, Алексей Жердев и Михаил Сандалов. Фермерский островок за 9 дней работы посетили более 1300 покупателей. На еженедельном совещании в областном правительстве обсудили первые итоги реализации нового проекта. 20 января, напомню, на улице Блюхера, 29, открылась торговая точка, в которой представлена продукция местных производителей. Подобные появились уже в 19 регионах России. Цель проекта – помочь местным производителям расширить рынки сбыта собственной продукции, установить стабильное сотрудничество на федеральном уровне. В торговой точке представлена молочная, мясная, пчеловодческая и другая продукция 26 сельхозпроизводителей малого бизнеса из Кирова, Верхошижем, Язуевки, Словацковом, Подосиновска, Уржумского, Орловского, Мутнинского районов, Мунинского муниципального округа. За 9 дней работы с 20 января по 29 января фермерский островок посетили 1300 покупателей. Это хороший результат, считают региональные чиновники. В эфире «Экономика». Кировчанин погасил миллионный долг, чтобы не лишиться «Лексуса». Автомобиль премиум-класса арестовали за большое количество долгов по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД. Испугавшись, что автомобиль уйдет на торгах, мужчина полностью погасил все свои долги, а это 918 тысяч рублей. Отмечу, что с начала этого года приставы арестовали уже 26 автомобилей-должников. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.